Циклы Евразии Циклы Евразии Циклы Евразии Циклы Евразии Время, ну, в рамках, так сказать, 100 лет начинаются великие монгольские завоевания. Движение с востока на запад. То есть здесь происходит некий сбой системы. Ну и, наконец, проходит еще 800 лет. Мы берем с середины 19 века до начала 21. Мир стал еще более сложным. И мы видим здесь тоже движение с одной стороны, с востока на запад, только теперь из Европы в Америку идет массовое переселение. И уже в 20 веке и в начале 21 мы видим переселение с юга на север, из Африки и Арабского мира в Европу, из Южной Америки, прежде всего из Мексики, в Соединенные Штаты. То есть мы можем выделить вот такую циклику 800-летнюю. Я сразу честно скажу, я не знаю причин этих циклов. Я их фиксирую чисто эмпирически. Ну, можно подумать о каком-то механизме, но, тем не менее, эти циклы, во-первых, носят евразийский характер исходно. В течение длительного времени импульс всем этим движением давали кочевники, которые жили в Центральной Азии. И движение маятника с востока на запад через 800 лет приводило к контрдвижению. Но самое интересное происходило в середине циклов. Если мы возьмем первый цикл с 12-го тысячелетия до... с 12-го века до нашей эры до по 4-й, первый цикл, то в середине цикла, и это в середине каждого цикла, мы увидим несколько очень интересных вещей. В середине каждого цикла возникали крупные империи, а в Европе, кроме этого, возникала принципиально новая социально-экономическая система или возникал принципиально новый исторический субъект. Например, в середине первого цикла в Европе происходит полисная революция и возникает антично-рабовладельческое общество. В середине второго цикла происходит еще одна революция, и, пожалуй, покруче, чем антично-рабовладельческая. Вместе с христианством возникает принципиально новый исторический субъект, индивидуальный субъект. Вообще, субъекты в истории важнее, чем системы. Именно субъекты создают системы, именно они их ломают. Только в те периоды, когда системы отстаиваются, она зажимает субъекта. Но это происходит в очень-очень непродолжительный период времени. К сожалению, современная социальная наука сконструирована так, что она анализирует системы. Она сконструирована так, дисциплинарно, понятийно и методологически. Современная социальная наука не ориентирована на анализ субъектов, тем более транссистемных субъектов. Это не случайно, поскольку современная социальная наука возникла в XIX веке, и на ней лежит отпечаток эпохи здорового системного капитализма. Хотя уже начало XX века показало, что для анализа, например, коммунизма и фашизма у традиционной социальной науки понятийного аппарата нет. У нее также нет понятийного аппарата для изучения транссистемных субъектов. Под транссистемными субъектами я называю наднациональные группы мирового управления и согласования. Есть такой не очень удачный термин за кулисы, я его не люблю, предпочитаю более длинный, но более точный. Наднациональные структуры мирового согласования и усиления. Они просто не попадают в спектр современной науки, в которой базовая единица – это государство. Поэтому берешь, например, учебник по истории средних веков и читаешь там «Англия в XIII веке» или «Война между Англией и Францией, столетняя война». Какая война между Англией и Францией? Это династическая война была, это не была война национальных государств. Давайте посмотрим следующий цикл. Середина цикла, который начался переселением, великим переселением народов. Середина этого цикла – это возникновение феодализма в Европе. Ну и, наконец, последний цикл, который начался великими монгольскими завоеваниями и закончился крушением Советского Союза. В середине этого цикла происходит вещь совершенно необычная, которая ломает евразийские циклы и начинает развиваться рядом с ними. Это возникновение капитализма в длинном XVI веке. По длинным XVI векам я имею в виду период с 1453 года по 1648. Как все даты, это все условно, просто для удобства. Значит, 1453 год – это окончание Столетней войны, разрушение, взятие Константинополя турками. Ну а 1648 год – это Вестфальский мир, оформление межгосударственной системы. Вот за эти 200, почти 200 лет, без пяти, в Европе возникли два принципиально новых исторических субъекта. Это субъект капитал и субъект государства. К сожалению, в русском языке мы термином государства пользуемся для обозначения любой организованной административной системы от Древнего Египта до современных Соединенных Штатов. У англосаксов в этом отношении ситуация лучшая. У них есть сразу три термина – state, patrimony и polity. Макиавелли, он запустил термин «lo stato», потому что он этим термином заменил термин «новые монархии». В середине 15 века европейцы вдруг обнаружили, что монархии, которые существуют в Англии и Франции, они не похожи на старые монархии. Они значительно более жестокие и к простолюдинам, и к верхушке. Это монархии Людовика XI и Генриха VII в Англии, Людовика XI во Франции. Их так и называли – новые монархии. Они были очень странными для европейцев, они были жестокими. И Макиавелли придумал термин для этих новых монархий «lo stato». Ну а в середине 17 века Гоббс пишет своего «Левиафана» и фиксирует, что вот это «lo stato» отстоялось. Как вы думаете, вообще зачем нужно было государство? Вот феодалам нужно государство? Нет, феодалам государство в традиционном смысле не нужно, потому что при феодализме насилие встроено во вне экономические производственные отношения. Только когда стали развиваться экономические производственные отношения, и когда сфера социального насилия отделилась от производства, собственно, возникла потребность в государстве. Что такое государство в смысле «state»? Это сфера социального насилия, обособившаяся от отношений производства. Но это теория. А реальность, которая подвела к возникновению государства, очень проста. Дело в том, что в середине 14 века в Европу пришла черная смерть, которая начала выкашивать население со страшной силой. Выкашено было 20 миллионов из 60 миллионов, которые были в тот момент в наличии, то есть треть. И сделочная позиция крестьянина и арендатора по отношению к сеньору улучшилась, потому что рабочих рук стало меньше. И тогда сеньоры попытались вернуть ситуацию в прежнее русло и начали давить на сельское население. Ответом стала Европейская революция 1378-1382 года. Марксисты и либералы, полагающие, что могут быть только буржуазные и пролетарские революции, не хотят видеть, что это была народная антифеодальная революция и представляют ее в виде трех восстаний. Действительно, с 1978 года по 1982-14 веке в Европе произошли три восстания. Восстание Чомпи, восстание Уотта Тайлера и восстание Белых Колпаков во Франции. Но при том, что они были вроде бы локальные, это была общеевропейская революция антифеодальная. Она не уничтожила феодализм, но она сломала хребет феодализму. И дальше сеньоры оказались перед выбором. Либо они уступают свои привилегии королям, которые их защитят, но их же тоже начнут давить, либо они уступают свои привилегии богатым крестьянам и богатым горожанам. Что такое уступить привилегии богатым горожанам, показали, например, французским сеньорам первые 15 лет 15 века. Это когда Кабошьен и Кабошь, это был глава цеха мясников в Париже, когда они просто захватили контроль над Парижем. В этой ситуации сеньоры посчитали, большая часть сеньоров посчитала, что лучше привилегии уступить королям. Пусть будут сильные монархии, которые будут давить низы, но тогда достанется верхам, но тогда привилегии не придется отдавать. И вот здесь мы подходим к очень важному моменту. Дело в том, что самая загадочная социальная система в истории человечества – это капитализм. Когда говорят там загадки Майя, загадки древнего Египта, это все очень интересно и экзотично. Но, повторяю, самая загадочная система в истории человечества – это капитализм. Во-первых, мы не знаем до сих пор механику возникновения капитализма. То есть мы сейчас начинаем ее только понимать. Когда капитализм умирает, мы начинаем понимать эту механику. Как заметил один из самых сильных специалистов по экономической истории Фейерверкер, мы поминутно знаем динамику цен в любой европейской деревне, динамику цен на хлеб. Мы знаем почти поминутно в средние века динамику цен на золото, но мы не знаем, как и почему возник капитализм. У капитализма масса загадок. Во-первых, капитализм – единственная социальная система в истории человечества, в которой появляются такие странные феномены, как политика и государство. Политики в строгом смысле и государства в строгом смысле стейт в других системах не было. Была власть, но государства как такового не было. И еще одна вещь, очень странная с капитализмом. К концу XIX века в мировой системе некапиталистических укладов, созданных самим капитализмом, оказалось больше, чем их было в XVI-XVII веках. То есть капитализм от себя создавал докапиталистические уклады. Ну и апофеоз – в XX веке возникает огромная антикапиталистическая зона. Это Советский Союз, а затем социалистический лагерь. То есть капитализм – это единственная социальная система, которая может существовать со знаком «плюс» и со знаком «минус». То есть системный антикапитализм, который просуществовал 70 лет в XX веке. Иными словами, в длинном XVI веке в Северной Атлантике появляется принципиально новая социальная система – капитализм. И появляется он тоже очень странным образом. Он появляется не в одной стране, а это как такая эстафета, которая бежит по нескольким европейским странам и заземляется в Англии. Причем опять же, демиургами этой социальной системы, естественно, она могла возникнуть, заземлиться только в Англии. Но вложили свои усилия в возникновение капитализма сразу несколько сил. Прежде всего, это сами англичане. Дело в том, что во время войны Алой и Белой Розы, половина английской аристократии была истреблена. И чтобы восполнить этот демографический пробел, в Англии было разрешено богатым крестьянам покупать землевладельческие титулы. Впервые в истории возникла открытая землевладельческая элита. Очень хищная, очень стремящая, очень динамичная. Называется она джентри. И ни в одной европейской стране такого не было. Англия была активной зоной сферы приложения ломбардского капитала, в основном еврейского. И, наконец, была еще одна очень важная вещь – орг-оружие. Вот это орг-оружие, ноу-хау, которое появилось в Англии в 16 веке, пришло из Венеции. После того, как возникла Османская империя, венецианцам был перекрыт путь на восток. И представители венецианских родов стали думать, что делать дальше. Стратегия была ясна. Берем европейское государство, ставим под контроль и делаем из него большую Венецию. Спор был только вот о чем. Представители старых европейских родов говорили, что мы должны взять контроль над Ватиканом. Ватикан должен служить Венецией. Представители новых венецианских родов говорили, что ничего подобного. Ватикан и так слабый. Мы лучше профинансируем реформацию, как следует, чтобы она, ну я сознательно упрощаю, еще больше его подорвала. Нам нужно искать страну с потенциалом. И сначала венецианцы решили, что такой страной может быть Голландия. Если вы посмотрите на карты Голландии 16-17 века, они все изображаются в контуры льва. Это венецианский лев. Прошло 30 лет, венецианцы поняли, они допустили ошибку. Голландия очень уязвимая страна, уязвимая и со стороны Франции, и со стороны германских княжеств. И тогда было решено брать Англию, то есть переселяться в Англию. В 16 веке представители венецианских родов переселились в Англию. И вот это мощнейшее организационное оружие, которое они несли с собой, это венецианская разведка, которой тысячу лет. Венецианская картография, это вообще знание венецианские капиталы, знание того, как функционирует финансовая система. Все это пришло в Англию. И это оказало на Англию такое влияние, что, например, когда в конце 18 века в английском парламенте сцепились две группировки. Одна защищала права остынской компании, а другая выступала с позицией государства, чтобы остынскую компанию прищучить. Вот эта партия, группировка, которая выступала за остынскую компанию, называла себя венецианской партией. Понятно, что прошло 200 лет с 16 века, но те люди, которые создавали остынскую компанию, их влияние сохранялось. Венецианцы нашли в Англии себе замечательных учеников, они наладили разведку. Кто-то может знать имя главного разведчика Англии конца 16 века, он же астролог, он же главный математик Елизаветы I. Он подписывал свои донесения агент 007. Джон Ди. Совершенно верно. Да, и еще одна очень вещь важная. В 1613 году, как раз в середине длинного 16 века, в Англии появляется первый серьезный банк. Сейчас этот банк существует до сих пор, это банк банков. И этот банк, он не числится ни в каких списках, но все знают, что это главный банк мира. Честер Стендард Банк принадлежит семье Барухов. Он был создан в 1613 году. Иными словами, с середины 15 века по середину 17 века. Вот на этом маленьком европейском, западноевропейском пятачке, ведь что такое в конце концов Европа? Это всего лишь полуостров на материке, на огромном материке. Здесь возникает очаг, который начинает развиваться не по евразийским циклам, а он начинает развиваться и по своим циклам, по своим закономерностям. И вступает в борьбу с остальной частью Евразии. То есть в середине 16 века в евразийских циклах появляется подцикл, который сам вырастает до цикла. Это североатлантический или капиталистический цикл. И у капиталистической системы возникает своя циклика. Это циклонакопление капитала. Дело в том, что в истории капиталистической системы было всего три циклонакопления. Нидерландский цикл, британский и американский цикл. Три циклонакопления. И, соответственно, три гегемонии. Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты. Переход от одной гегемонии к другой сопровождался мировыми войнами. А что же с евразийскими циклами? Евразийские циклы никуда не делись. Евразийский цикл. Он развивался сам по себе. Но внутри него сидел, как чужой, как элен, сидел вот этот североатлантический блок, который работал по своим закономерностям. Кто наиболее адекватным образом воплощал Евразию середины XVI века? Ну, естественно, Россия. И если мы посмотрим, вообще у русской мысли есть одна слабость. Русская мысль середины XIX века отличалась от восточной и от западной тем, что ее, в общем-то, интересовал один вопрос. Там, скажем, восточная и западная мысли интересовались проблемами этики или, скажем, проблемами онтологии. И русская мысль интересовала один вопрос. Ну, на 90% русские мыслители задавались только одним вопросом. Что такое Россия? И кроме этого, в общем-то, все вокруг этого крутилось. В этом была большая сила. Мы старались понять самих себя. Но, стараясь понять самих себя, мы упускали, что делается в большом мире. И с нами это не раз играло очень плохую шутку. Ну, например, в конце 80-х годов перестроечная шпана говорила нам, как у нас все плохо, как мы все валимся. И мы, как в бандерлогии, когда Каим говорил, слышите ли меня в бандерлогии, мы кивали и говорили, да, у нас все плохо. На самом-то деле, в это время к пропасти катились Соединенные Штаты. В октябре 1987 года на фондовой бирже в США в Нью-Йорке произошла колоссальная вещь. Индекс Доу Джонса за один день упал на 508 пунктов. Это 22,3%. Именно тогда американский капитал призвал Гринспена спасать финансовую систему США. Гринспен пришел, спас, но он сказал, что у нас три месяца, а дальше нас спасет только чудо. То есть, иными словами, в конце 80-х годов XX века и США, и СССР испытывали серьезнейшие проблемы. И проблемы США были серьезней. Но исторические схватки определяются не гонкой вооружения, не экономикой, а соотношением сил правящих элит. Правящая элита западная оказалась сильнее. И в пропасть полетел Советский Союз. В значительной степени потому, что мы не видели, что происходит на Западе. Мы были зациклены на своих делах перестроечных, тем более нам сказали, как у нас все плохо. И мы так и говорили, да, у нас все плохо. Так вот, слабость русской мысли заключается в том, что мы очень часто смотрим на себя, говорим о своей уникальности. И это абсолютно правильно. Но хорошо бы эту уникальность сопрягать с анализом других уникальностей. И вот какая интересная вещь получается. Если мы посмотрим на русскую историю с середины XVI века, то мы увидим, что в нашей истории было три крупных структуры. Это Московское царство, это Петербургская империя и Советский Союз. Это были циклы накопления власти в русской истории. Я чуть позже поясню, что значит накопление власти. Давайте теперь посмотрим, сравним их с циклами североатлантическими. Московское царство абсолютно четко коррелирует с голландской гегемонией и циклом накопления голландского капитала. Петербургская империя абсолютно соответствует британской гегемонии и британскому циклу накопления. И, наконец, Соединенные Штаты и СССР – это тоже параллельные вещи. Это означает, что евразийская система и североатлантическая система развивались в синхрон. Только они накапливали капитал, а мы накапливали власть. Под накоплением власти я имею вот что. Дело в том, что если сравнить социально-политические системы, которые существовали в России за последние 400 лет, по численности господствующих групп, а все господствующие группы у нас создавались властью, центроверхом, то возникает очень интересная вещь. Дворян было больше, чем бояр. Дворянство – это господствующая группа Петербургской империи. По реформенных чиновников, это Россия с 1861 по 1917 год, было больше, чем дворян в Петербургской империи. И, наконец, номенклатуры советской со слоями прилипалыми было намного больше, чем представителей чиновничества по реформенной России. То есть, смотри, что происходит. Логика русской истории – это увеличение численности при властных групп. А вот если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения собственности, то здесь будет все с точностью до наоборот. Расцвет дворянства – это 1779-1861 год. Так вот, для того, чтобы вести социально приемлемый дворянский образ жизни, то есть выезжать на балы, принимать у себя, нанимать гувернеров, нужно было иметь либо 100 душ, 100 душ – это значит 100 мужиков, то есть это 500 человек на самом деле крепостных, либо иметь, не иметь их, но иметь аналогичный денежный эквивалент. Так вот, только 20% дворян могли вести социально приемлемый дворянский образ жизни. 80% его не могли вести, если кто-то бывал в Пушкиногоре, хотя оно причёсано, в общем, можно понять, что Пушкин жил очень-очень скромно. Иными словами, 80% наших дворян – это были дубровские, это были вовсе не Троекурова, это были дубровские. Кроме того, за период правления Николая I, который экономически пытался поддержать дворян, а политически их пригнуть, четверть дворянских семей разорилась. Иными словами, дворяне, как слой, были значительно беднее, чем бояре. Про пореформенных чиновников я вообще не говорю. Почитайте русскую литературу или посмотрите земскую статистику. И, наконец, номенклатура советская – это господствующая группа принципиально без собственности. Поэтому, когда говорят, что советский коммунизм – это был какой-то такой странный, дурацкий выверт русской истории, а теперь мы возвращаемся в нормальное состояние, это абсолютный бред. Советский коммунизм, как система, господствующая группа, которого не владеют собственными материальными факторами производства, – это логическое завершение того пути, который начался опричненный. То есть, одна из динамик русской истории – это освобождение власти от собственности. И 1917 год в этом смысле – это очищение власти от собственности. Ну и смена элит, естественно. То есть, по линии накопления главной субстанции нашей истории мы абсолютно вровень идем с капиталистической системой. Там накапливается капитал, здесь накапливается власть. И несколько раз в истории совместной, параллельной Запада, то есть Северной Атлантики и Евразии были моменты, когда мы соединялись. Это мировые войны. Дело в том, что мировых войн было не одна и две в XX веке, мировых войн было больше. Мировые войны в капиталистической системе – это войны, в которых выясняется, кто будет гегемоном. И на Западе, ну, например, у того же Эммануила Валерстайна, с которым я работал в свое время, и с которым мы даже написали книгу по методологии истории социологии. И он не один такой, в плане разработчиков той схемы, о которой я сейчас скажу. На Западе есть такая схема. В битвах за гегемонию морская держава побеждает континентальную державу, потому что ей помогает прежний гегемон, тоже морская держава. Например, Англия взяла, Великобритания взяла верх над Францией, потому что ей помогала Голландия. Соединенные Штаты взяли верх над Германией, потому что им помогала Англия. В этой схеме, ну, это, так сказать, действительно она отражает реальность, но главное это не в этом. Дело в том, что и не Голландия, и не Англия перетерли Наполеона своим пространством и своим человеческой массой. Не Англия вырубила Австро-Венгрию в 1915 году из войны с одного удара по принципу карате, и не Англия и не Франция воевали с немцами в основном. Я уже не говорю про 1941 год, про последнюю войну, когда, в принципе, исход войны был решен в первые три месяца, несмотря на все поражения. У Гитлера было два-три месяца на то, чтобы одержать победу. Если он не выиграл в первые два-три месяца, дальше он мог играть уже на ничью. Но в 1943 году и возможности на ничью тоже ушли. Иными словами, решающую роль в войнах капиталистической системы за гегемонию каждый раз играла страна, которая не была частью капиталистической системы, которая не претендовала на роль гегемона капиталистической системы, но которая как бы одалживала свое пространство для выяснения отношений, кто будет гегемоном. Без России Великобритания никогда бы не победила Наполеона, без России, а затем Советского Союза невозможно представить, что Англосаксы сделали бы Вильгельма и Гитлера. Иными словами, мировые войны – это и есть форма сочленения североатлантических и евразийских циклов в последние столетия. Естественно, на Западе совсем другая точка зрения. Я регулярно преподаю в Штатах, и там им объясняют логику мировых войн очень просто. Вторая мировая война – это война Запада против тоталитаризма, против двух тоталитаризмов. Причем во Второй мировой войне мы победили один тоталитаризм, затем началась Третья мировая война, и мы победили второй тоталитаризм. То есть в этом отношении у них абсолютно промыты головы, и когда им начинаешь объяснять, они с трудом верят, что такое была, например, Вторая мировая война, что главный фронт – это был Восточный фронт, ну и так далее, и так далее. Значит, иными словами, тот момент, который мы сейчас переживаем, очень важно понять его место в долгосрочной истории. Как говорил большой французский историк Бродель, «Л'эвенемент – это пыль», которая оседает только когда ты смотришь на долгосрочные процессы истории. Я бы его подправил только в одном плане. Бывают в историческом процессе такие моменты, которые можно назвать миг-вечность, когда время как бы останавливается, уплотняется, и вот эти, так сказать, отдельные точки, точки бифуркации, они весят на весах истории столько же, сколько весят отдельные периоды. Вот мы сейчас переживаем именно такой период, сколько он продлится, там, 10, 15, 20 или 30 лет, но это период кризиса одной системы и возникновения другой. С точки зрения жизни, ну, это не самая приятная жизнь в периоды, так сказать, системных кризисов. Но, как сказала Надежда Мандельштам в своей второй книге, вот эти, я пересказываю, я не точно ее цитирую, эти периоды очень важны для ученых и для аналитиков, потому что ложь прежней системы сдохла вместе с ней и даже раньше ее. И власть имущие заняты дележкой, они не заняты созданием новых социальных мифов и не думают о том, как бы сейчас, так сказать, напихать какую-то, так сказать, мифологическую туфту в головы людям. И вот эти моменты, когда старая ложь умерла, а новая еще не возникла, это лучшие моменты для понимания реальности, она обнажается в эти моменты. Субтитры создавал DimaTorzok Крушение Советского Союза – это конец этого цикла. С точки зрения североатлантических циклов, мы живем в условиях, когда закончился американский цикл, но здесь есть один нюанс. Вот с тем же Валерстайном, в свое время мы очень много спорили, он считал, что цикл гегемонии США закончился в 1973-1975 годах вместе с нефтяным кризисом. Но затем те события, которые произошли позже, они показали, что что-то не так. Вроде бы, да, действительно, вроде бы США переживали жуткий кризис в середине 70-х годов, и американские историки говорят, что 70-е годы – это худшие годы американской истории. То есть, близко подходят только 1920-е и 1870-е, но хуже 70-х ничего не было. Да, 70-е годы были очень плохими для Америки. И, в принципе, теоретически, у меня, конечно, нет прямых свидетельств, но по косвенным. Конечно, в 70-е годы их можно было уронить с неясными последствиями, но можно было уронить. И, насколько мне известно, этот вопрос даже обсуждался у нас наверху, но наше, так сказать, старое руководство не осмелилось. А вот когда у американцев возникла возможность наста уронить, они не постеснялись, и при том они не просчитывали все последствия. Просто решили, да, роняем. То есть, это принцип, это отличие канадского, канадско-американского хоккея от русского. Вот эти, вот в эти 70-е годы действительно старая Америка ушла, но появилась новая. Какая Америка появилась? И вот, как мне представляется, очень многие этот момент упускают. Дело в том, что мы, к сожалению, с 50-х годов мы в Советском Союзе перестали изучать капитализм. Мы начали сначала переводить коммунистов западных о капитализме, потом левых, потом левых либералов, ну а потом все закончилось, так сказать, ничтожествами вроде Хаека, Поппера, вот этими, так сказать, неоконсервативными людьми, которые, так сказать, у нас стали гуру для нашей, так сказать, перестроечной шпаны. А на самом деле в конце 40-х, начале 50-х годов с капитализмом произошла очень интересная вещь. Рядом, не отменяя его пока, с государственным монополистическим капитализмом, который прекрасно уживался с Советским Союзом, возникла новая фракция, молодая хищная фракция капитала, которую называют по-разному. Ее называют космократия, корпоратократия, гипербуржуазия. Мне больше нравится термин корпоратократия, который использует Перкинс в книжке «Исповедь экономического убийцы». Мне этот термин больше нравится, он адекватен. Дело в том, что с конца 40-х годов начинается рост транснациональных корпораций, и возникает целый социальный кластер и капиталистов, и спецслужбистов, и бюрократов, которые начинают работать именно на транснациональные корпорации. Причем транснациональные корпорации заявили свою мощь сразу же после Второй мировой войны. План Маршалла – это план, который был выгоден прежде всего не столько государству США, сколько транснациональным американским корпорациям. Кстати, Сталин это очень хорошо понял. И фокус плана Маршалла был такой, что вся Европа входит как контрагент Соединенных Штатов, как кластер транснациональных корпораций. Сталин говорил, нет, давайте мы на государственной основе. СССР – США, Франция – США. То есть он хотел перевести все в русло отношений с государственно-монополистическим капитализмом, а американцы работали по-другому. Затем в 1953 году впервые корпоратократия заявляет себя как политический игрок глобальный. В 1953 году происходят два переворота. Свергается правительство Масадыка в Иране и Хакоба Арвенса Гусмана в Гватемале. Эти оба переворота были осуществлены ЦРУ в интересах транснациональных корпораций, конкретных совершенно. Ну а дальше начинается восхождение корпоратократии к власти в западном обществе. И момент истины наступает именно в 70-е годы. Сэмюэль Хантингтон, который у нас известен как автор теории столкновения цивилизации, но по этой работе не надо о нем судить. Хантингтон прекрасно понимал, что нет никакого столкновения цивилизацией. Он запускал мем, чтобы отвлечь от реальных процессов. Это ему удалось. Хантингтон очень серьезный и умный человек. В 70-е годы он подготовил доклад. Сначала доклад был закрыт, потом появилась открытая версия. Доклад, посвященный тому, что происходит в западном истеблишменте. А в 70-е годы произошла очень интересная вещь, которую Хантингтон откровенно зафиксировал в своей работе. В 70-е годы спецслужбы Запада в своей работе и бюрократии стали переориентироваться с государства на транснациональные корпорации. Ну а в конце 70-х годов и в начале 80-х к власти на Западе приходят два человека, которые являются просто ставленниками корпоратократии. Это Тэтчер в Великобритании и Рейган в Соединенных Штатах. И начинается неолиберальная революция, а точнее контрреволюция, то есть передел глобального пирога в интересах верхушки. В это же время происходит еще одна очень интересная вещь на Западе. Происходит новый сдвиг в формировании западных наднациональных структур управления и согласования. И вот здесь я хотел бы еще зафиксировать одну особенность капитализма, особенность организации элит эпохи капитализма. Ни в одном докапиталистическом обществе не было элиты наднационального типа. Эта элита начала возникать в 17-м же веке, но возникала она сначала очень так медленно. И сама логика капиталистической системы порождает наднациональные структуры управления. Дело вот в чем. Капитализм в экономическом плане – это единая мировая система, мировой рынок. А в государственном – это совокупность государств, оформившиеся в 1648 году. Но дело в том, что у буржуазии ведь есть интересы, которые выходят за рамки их государств, и реализация интересов этих, она противоречит очень часто и интересам своих государств, и интересам других государств. Значит, буржуазия кровно заинтересована в создании структур наднационального характера. Причем эти структуры, которые нарушают законы своей страны и чужой, они должны быть закрытыми. И такие закрытые структуры буржуазия начала искать активно в 18-м веке. Но у нее таких еще структур не было. Поэтому взяли то, что оставалось, так сказать, старого. Вытащили масонство. Вспомнили, что якобы оно там, ну не якобы, а отчасти оно действительно идет от тамплиеров. Но масонство 18-го века – это принципиально новая организация. Новая, потому что она выражала интересы новых слоев. И масонство сыграло очень большую роль. Не надо его демонизировать. Масонство в 18-м веке подготовило тот человеческий материал, который произвел эпоху революции с 1789 по 1848 год. Затем в середине 19-го века наступает новый этап развития наднациональных структур управления и согласования. Появляется мощный финансовый капитал. Это прежде всего Ротшильды, но не только они. Но здесь еще вот что нужно сказать. Очень важную вещь. В середине 18-го века в истории Европы произошел глобальный, точнее, мировой эволюционный перелом. История стала превращаться из стихийной в проектно-конструируемую. С середины 18-го века проектно-конструируемое начало в истории мировой, прежде всего в истории капитализма, начинает набирать силу. С чем это было связано? Во-первых, появился объект для манипуляций. Это массы. Попробуйте поманипулировать людьми, которые объединены в общину, касту, полис, у которых есть общие ценности и у которых есть авторитеты. Это одно дело. Массой, состоящей из атомизированных индивидов, которые хлынули в город из деревни, манипулировать значительно легче. Второй момент. Еще появилось в середине 18-го века началось бурное развитие финансового капитала. Финансовый капитал финансировал и борьбу Великобритании и Франции друг с другом, и индустриализацию. То есть это энергия. Но еще очень важная вещь, которая появилась в середине 18-го века, и это упускается, это информационное оружие. Первым информационным оружием была энциклопедия просветителей. Ведь что сделали просветители своей энциклопедии за 30-40 лет? Они морально разоружили французскую элиту и заставили даже французскую верхушку принять те идеалы, которые масонерия готова была реализовывать. Иными словами, в капитализме есть еще одна специфическая черта. Это общество, это социальная система, которая почти с самого начала своей истории принимает проектно-конструкторский характер. И этот проектно-конструкторский характер усиливается по мере ее истории. Следующий момент очень важный в истории вот этих проектно-конструкторских бюро наднациональных, это конец 19-го, начала 20-го века. Когда стало ясно, что масонские структуры неадекватны современной эпохе, во-первых, а во-вторых, после того, как закрытые немецкие общества кинули британцев, британцы поняли, что нужно создавать нечто другое. И тогда появился человек от Ротшильдов, Ротс, который создал знаменитый свой круглый стол. Сейчас эта структура называется группа, the group, или еще она называется, увы, мы. Они очень активно, кстати, помогают Ассанжу. Поэтому мне почему-то кажется, что Ассанж сможет покинуть посольство Эквадора, тем более, что the group это не единственная сила, которая стоит за Ассанжем, есть, на мой взгляд, и другие. Ну и дальше следующий этап развития наднациональной структуры управления был связан с корпоратократией. Это Бильдербергский клуб, это трехсторонняя комиссия и Римский клуб. Опять же, не надо демонизировать эти структуры. Кроме того, я глубоко убежден, что это фасадные структуры. И Бильдербергский клуб, и трехсторонняя комиссия. Это фасадные структуры. За ними скрываются реальные структуры, в которых действительно уже принимаются решения. Что такое собрание Бильдербергского клуба? Наличие собрания Бильдербергского клуба и трехсторонней комиссии лишний раз свидетельствует, что нет мирового правительства. Если бы было мировое правительство, то эти люди не собирались бы согласовывать свои интересы. Значит, речь идет о том, что существует 10-12 групп мировых кланов, которые договариваются друг с другом. И это вот с середины 19 века противостояние Северной Атлантики Евразии, это и есть противостояние вот этого наднационального субъекта российской власти. Главными контрагентами борьбы в Евразии с середины 19 века были Россия, с одной стороны, а с другой стороны европейские государства, прежде всего Великобритания, но как порт приписки наднациональных структур. Более того, я готов утверждать, что с 80-х годов 19 века капиталистическая система вступила в антироссийскую фазу своей истории. Ничего личного, только бизнес. Дело в том, что к концу 20 века европейцы поделили между собой мир, колонии и полуколонии. И возник вопрос, а дальше как двигаться? Дело в том, что капитализм это экстенсивная система, он может развиваться только в том случае, если он свои противоречия выносит в некапиталистическую зону, выхватывает из некапиталистической зоны какой-то кусок, превращает ее в свою периферию. То есть в рынок сбыта и в источник дешевой рабочей силы. В этом плане глобализация это конец капитализма. Капитализм экстенсивная система, он не может существовать без наличия некапиталистических зон. То есть в этом плане по поводу глобализации можно сказать словами Коржавина о нашем 37-м годе. Но их бедой была победа, за ней открылась пустота. Так вот, в 1884 году на Берлинской конференции западные державы приняли решение, что те страны, которые не могут сами осваивать свои ресурсы, должны открыться миру. И было сказано, речь идет об Африке. Но дело в том, что Африка и так уже почти была открыта. Это была черная метка в адрес России. Но Александр III, хотя он был тогда молодым царем, нервы у него были хорошие, он не прореагировал на это. И вот если посмотреть на историю отношений Запада с Россией за последние 150 лет, они отделятся на три этапа. С 1880-х годов до середины 1920-х – это борьба за установление контроля над ресурсами России. И нужно сказать, что в конце 1910-х, начале 20-х годов, Октябрьская революция и приход к власти революционеров-интернационалистов, эта задача была почти решена. Почти. Потому что группа Сталина, сломав проект мировой революции и начав строить Красную империю, социализм в одной отдельно взятой стране, развернула процесс в другом направлении. С тех пор, примерно около 60 лет до, условно, до Горбачевщины, Запад боролся против Советского Союза как альтернативы социально-экономического развития, прежде всего, и как геополитического конкурента. Кстати, вот я вам сказал о том, что в 80-е годы проблемы были не только у нас, но и у Запада. Это подтвердила Маргарет Тэтчер в своей речи, в своем докладе в Институте нефти в Хьюстоне в 1991 году. Она во всеуслышание откровенно сказала, что Советский Союз в 80-е годы не представлял для Запада военной угрозы, потому что нам было чем ответить Советскому Союзу. Советский Союз представлял для нас экономическую угрозу, потому что его плановое хозяйство, несмотря на все проблемы, могло в условиях кризиса Запада создать очень серьезные экономические трудности Западу и выдавить его с мирового рынка. Это точка зрения Тэтчер. Ну, а выдавливание с мирового рынка означает, либо ты реформируешь свою страну, либо ты начинаешь военные действия. Вот Соединенные Штаты, когда в конце 30-х годов оказались в такой ситуации, ведь на самом деле новый курс Рузвельта не решил проблем, он создал массу проблем. И Соединенные Штаты в 30-е годы оказались в ситуации, либо мы проводим серьезные социальные реформы, в середине 30-х точнее, и у этих социальных реформ был лидер Хьюи Лонг. Те из вас, кто читал роман Роберта Пэнна Уоррена «Вся королевская рать», помните, там герой был Вилли Старк, кто читал всю королевскую рать? Очень рекомендую, это один из лучших политических романов 20-го века. Есть две американские экранизации, одна советская, но лучше читать книжку, особенно по-английски, потому что очень хороший язык. Так вот, прототипом Вилли Старка был губернатор Луизианы Хьюи Лонг. Он создал по всем Соединенным Штатам общество перераспределения собственности, в них было 8 миллионов человек. В 35-м году Хьюи Лонгу убили, убил, естественно, одиночка, так же, как Освальд, так же, как Бут, так же, как Серхан Бешара Серхан. И Хьюи Лонг был действительно серьезным противником, оппонентом Рузвельта, за ним шла масса населения. Так вот, ситуация, когда то или иное капиталистическое государство оказывается перед выбором социальной реформы или война, ну, скорее выбор в пользу войны, чем социальных реформ. Здесь Запад решил свои проблемы по-другому. И решил он вот почему. Когда мы говорим о крушении Советского Союза, с эмоциональной точки зрения тезис, что Советский Союз предала пятая колонна во главе с Горбачевым, с эмоциональной точки зрения это правильно. Но с точки зрения научной, политэкономической, это не объяснение. Объяснение лежит в другом. Когда на Западе возникла корпоратократия в конце 40-х, начало 50-х годов, слой этот исходно был с глобальным замахом. В отличие от государственно-монополистического капитализма, который ограничен государством и межгосударственными союзами, корпоратократия не знала границ. В это время, в конце 50-х годов, Советский Союз начинает активно торговать нефтью на мировом рынке. Он раньше так торговал, но он начинает торговать активно. Почему это произошло? Произошло по политическим соображениям. Во время визита египетского лидера Гамали Абдали Насара он смог убедить Хрущева, что если Советский Союз начнет выбрасывать дешевую нефть на рынки, то реакционные арабские режимы начнут падать один за другим. И мы начали кидать дешевую нефть на рынок. Арабских реакционных режимов упало только два. В 1958 году Ирак, когда впервые засветился Саддам Хусейн, и в 1969 году Ливия, когда засветился Каддафи. Больше ни один реакционный арабский режим не упал. Но зато нефть подешевела. В результате мы внесли вклад в подъем косвенной Японии и Германии. Дело в том, что в 1954 году Япония и Германия свои энергетические нужды удовлетворяли за счет нефти только на 7%. Остальное уголь, у них на нефть денег не было. А в 1973 году, накануне кризиса, у них было уже 70% за счет нефти. То есть Советский Союз, выбрасывая нефть дешевую, он помог, отчасти помог становлению Германии и Японии. Это вот такая ирония истории. Но в Советском Союзе произошла еще одна вещь. Дело в том, что в Советском Союзе возник сегмент номенклатуры, завязанный на торговлю нефтью и завязанный на западный капитал. Это был советский сегмент корпоратократии. И когда произошел нефтяной кризис 1973 года, когда в Советский Союз пришли никем не учтенные, непредполагаемые 170-180 миллиардов долларов, в нынешних ценах от 1 триллион, номенклатура оказалась перед дилеммой. А куда девать эти деньги? Пускать на народное хозяйство? Ну, сказать, отчасти пустили на народное хозяйство. Но большей частью эти деньги, прямых доказательств этому нет, но косвенных, вагон и маленькая тележка, эти деньги были вложены в теневую экономику и в западную экономику. Таким образом, в середине 70-х годов та часть советской номенклатуры, которая была тесно связана с мировым рынком, получила в свои руки капитал. И капитал этот стал приобретать политические черты. Кстати, сейчас очень много выходит мемуаров советников вождей и наших деятелей перестройки. Они уже старенькие, они уже ничего не боятся. В приключениях Буратино есть такой эпизод, когда лягушка, предупреждающая Буратино о том, что Деремар узнал секреты, где находится золотой ключик, говорит, и одна пиявка так насосалась крови, что стала болтать. Вот эти люди перестроечные, они тоже насосались крови и стали болтать. И пишут они очень интересные вещи, их нужно внимательно читать. Они пишут, вот тот же Шеварнадзе пишет, уже в середине 70-х годов я познакомился с людьми, которые понимали, что нужно менять строй в Советском Союзе. Это очень точная дата. В середине 70-х годов действительно после прихода сюда больших денег возникла группа людей, которые решили стать собственниками. Но для этого нужно было опрокинуть Советский Союз, чтобы стать собственниками. Эта группа оформила в середине 70-х годов. В середине 80-х годов она пришла к власти. Причем сама история прихода ее к власти очень интересная. Это как детектив. Ну, например, причем эти люди приходили к власти не только в Советском Союзе, они расставлялись и в других местах. Ну, например, я не знаю, знаете ли вы такой факт или нет. С декабря 84-го года по декабрь 85-й с диагнозом «острая сердечная недостаточность» на тот свет отправились четыре министра обороны стран Варшавского договора. Чех Дзур, Наш Кустинов, Венгр Олах и немец Гофман. За 11 месяцев. То есть вот раз тростью Фразибула смахнули четырех министров обороны. И, кстати, если посмотреть по смертям периода 75-го, 85-го годов, там очень интересные вещи выясняются. Просто у нас об этом мало писали, и мы как-то этим не интересовались, но зачистка шла очень-очень основательная. И эта сфера еще ждет своих исследований или в любом случае своих просто... Я думаю, что есть политические триллеры можно писать на эту тему. Так вот, советский сегмент корпоратократии означал, что в евразийской модели развития появился червячок. Вредный элемент, который начал сворачивать континентальную евразийскую модель на североатлантическую капиталистическую. И дальше было делом техники превратить структурный кризис Советского Союза в системный. Перестройщики пригласили в 88-м году, если не ошибаюсь, в 88-м год был, Нобелевского лауреата по экономике, русского по происхождению Василия Леонтьева, чтобы он дал оценку советской экономике. Они ожидали, что он скажет, дело швах и, ребята, кранты, сливая масло. Леонтьев поработал здесь группой своих помощников, и вердикт его был очень прост. Да, у Советского Союза есть серьезные структурные проблемы, но нет ни одной проблемы, которая подталкивала бы вас к системным изменениям, коренным изменениям в экономике. Ну, ему сказали спасибо, до свидания. И как бы об этом забыли. Но это означает, что даже в конце 80-х годов, несмотря на все структурные проблемы, Советский Союз не был в худшем положении, чем Соединенные Штаты. И здесь мы опять подходим к проблеме воздействия межэлитарной борьбы, воздействия одних элит на другие. И мы должны признать, что западная элита, которая формировалась 300-400 лет, причем в очень тяжелых условиях, значительно более тяжелых условиях, чем, скажем, российская элита, она за эти 400 лет набрала такую силу и такую мощь, при том, что ее не надо демонизировать и преувеличивать эту мощь не надо. Но по принципу конструкции аналогов западной властной элите нет. И играть с ней по ее правилам невозможно. Ты не можешь играть с гроссмейстером, если ты перворазведника выиграть. Нужно искать альтернативные пути. Например, смахнуть шахматы, схватить доску и врезать по черепу. То есть нужно искать асимметричные подходы. Но эта элита, у нее нужно учиться. Я полагаю, что западная элита – это одно из главных цивилизационных достижений Запада. То, как она структурирована, то, насколько она сложна и насколько она изощрена. И обратите внимание, там есть преемственность элиты на Западе и разделение труда. Ну, например, есть семьи в западной элите, которые отвечают за связь с криминалом. Например, это семья Гримальди из Монако, которые могут решить целый ряд вопросов. То есть есть очень четкое разделение труда. И нужно сказать, что западная элита, у нее есть преемственность в развитии. Если вы посмотрите на историю России, ну какая у нас преемственность? У нас все время отречемся от Старого мира. Скажем, приходит Петр Первый и зачищает старое боярство. Затем октябрьская революция и возникает совершенно другая элита. Причем эта элита начинает очень быстро разлагаться уже в 50-е, 60-е годы. Поскольку это люди, которые просто не наелись в свое время, так сказать, благ материальных. И они оказались очень легкими на покупку и продажу. То есть вот этот цикл евразийский, о котором мы, так сказать, кратко, тезисно говорим, мы сейчас находимся, повторяю, в конце этого цикла с очень непонятным таким открытым вариантом развития. Прелесть нынешнего момента, исторического, заключается в том, что это точка бифуркации. Точка бифуркации – это точка, в которой у системы есть максимальный выбор. В рамках некоего коридора, конечно. Поэтому в таких точках не надо сильный толчок давать. Надо дать толчок в нужном направлении. И тогда система пойдет по инерции. Поэтому в такие исторические моменты, как наш, очень часто небольшая группа людей весит на весах истории столько же, сколько масса. И в эти моменты просто нужно знать, куда ударить. Даже не сильно, а куда ударить. Покойный Александр Александрович Зиновьев, наш философ, с которым я дружил, я его как-то спросил. Я говорю, вот мне очень было интересно, поскольку я много в американских университетах преподавал, и он тоже преподавал, мне было интересно, вот что он скажет. Я говорю, вот как американские университеты? Он говорит, да там такие же идиоты работают, как в наших, но, говорит, а вот в серьезных структурах работают серьезные люди. И вот они-то и изучали Советский Союз. Я говорю, вот как они изучали Советский Союз? И он афористическую вещь выдал, я ее люблю цитировать, он сказал, что в серьезных американских структурах Советский Союз изучали не так, как зоолог изучает слона, вот у него мозг, вот у него система пищеварения, а изучали, как охотник изучает жертву, чтобы выстрелить, один выстрел, один труп, то есть, чтобы завалить слона с одного выстрела. И в этом отношении нужно сказать, что западная англосаксонская, прежде всего, социальная наука, она имеет вот такую практическую направленность. Вот я, например, сейчас недавно смотрел те центры западные, которые изучали арабскую и иранскую благосферу накануне событий в арабских странах, так называемые вот эти революции. Вы не представляете, какое количество центров работало на изучение арабской благосферы. По поводу иранской благосферы, люди, например, есть целый ряд центров в Гарвардском университете, Бергмановский центр, они откровенно сказали, что иранские волнения не переросли в революцию во время выборов только потому, что мы мало изучали благосферу. Кстати, вот этот Бергмановский центр, он теперь очень активно изучает российскую благосферу, и главный его контрагент в России – это высшая школа экономики. Недавно они по заказу корпорации РЕНД смастырили целый проект. Они, кстати, изучают очень интересную вещь. Они изучают карьеры провинциальных бюрократов. Это называется сбор первичной информации. То есть карьеры пристрастия, кто какие фильмы любит. То есть замечательная совершенно вещь. Но вот это к вопросу о том, как кто кого изучает. И вообще нужно сказать, а, кстати, Советский Союз изучал 1200 структур. А у нас изучал Институт Соединенных Штатов и Канады. Соединенные Штаты изучали. Я имею в виду из официальных структур. Причем там люди лишний раз поели что-либо против штатов сказать, потому что а вдруг в Америку не пустят, а вдруг визу не дадут. Ну и так далее. Понятно, там шмотки не привезешь. Нынешняя ситуация, при всей ее сложности, она создает возможности для тех, кто нарушает правила. Кто готов смахнуть фигуры и использовать шахматную доску не как доску, а как орудие. Ну, естественно, выражаясь это фигурально. Но, повторяю, такие моменты очень опасны. В них можно и проиграть, и выиграть. Но, как говорят в народе, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кроме того, есть еще две поговорки, которые мне нравятся. У американского спецназа есть поговорка. Если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно сожрут. А вторая, это не поговорка, это, так сказать, принцип в иных ситуациях. Риск – это наименее рискованная стратегия. Я думаю, что мы сейчас в конце четвертого евразийского цикла и в конце третьего североатлантического оказались в такой ситуации, кризисной, когда, кроме как риска, больше ничего не остается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова